Советский Союз В ходе денежной реформы 1961 года в Советском Союзе было произведено замена всех денежных знаков. Изменения затронула и монета номиналом 1 копейка. Обновленные копейки стали чеканить на кружках из латуни. Ранее монеты выпускали на бронзовых заготовках. Масса и размер остались без изменений. Масса 1 грамм. Диаметр 15 мм. Гурт рубчатый. Также у копейки образца 1961 года изменилось изображение на аверсе и реверсе. Изменились шрифты, размеры надписей. На оборотной стороне два тонких колоска заменил массивный венок из дубовых листьев и колосьев пшеницы. Все цены на 1 копейку 1961 года примерные. Реальная стоимость продажи может значительно отличаться от мной указанных. Все зависит от спроса данной монеты. Усредненная стоимость монеты в базовом варианте составляет 50-100 рублей. У данной монеты имеется множество разновидностей. А если точно, то их 7. Реверс у всех выпущенных экземпляров одинаков. А вот аверс монеты выполнен штемпелями, которые имеют различия. И давайте в этом разбираться. Монеты имеются только две разновидности, которые являются рядовыми. Это штемпель 1.2 и штемпель 1.41. Штемпель 1.2. К звезде снизу подходят 6 остей. Зерно слева от луча звезды без ости. Штемпель 1.41. К звезде снизу подходят 7 остей. Параллель справа от полюса не прерывается. Между венками ленты 8 остей. Такие монеты оценятся в сохране ВФ 50 рублей, в идеале 200 рублей. Остальные 5 вариантов являются нечастыми. Их цена в 5-10 раз дороже. Аверс штемпель 1.11. К звезде снизу подходят 6 остей. Зерно слева от луча звезды с выступающей осью. В сохране такая монета XF составляет 1000 рублей. Монета со штемпелем 1.12. К звезде снизу подходят 6 остей. Зерно слева от луча звезды с выступающей осью. Отросток у четвертого внутреннего зерна. Такая монета оценится в сохране XF 1200 рублей. Следующий разновид от Чеканины штемпелем 1.31. К звезде снизу подходят 7 остей. Параллель справа от полюса прерывистая. Отросток у четвертого внутреннего зерна. Такая монета оценится в 1000 рублей. Шестой вариант. Штемпель 1.32. К звезде снизу подходят 7 остей. Параллель справа от полюса прерывистая. Четвертое зерно без отростка. Седьмой вариант. Штемпель 1.42. К звезде снизу подходят 7 остей. Параллель справа от полюса не прерывается. Между венками ленты 7 стеблей. Такая монета оценивается в хорошем состоянии XF 600 рублей. Вы спросите, а где разновид которой стоят миллионы, опубликованные в названии видео? Я слово держу. И вот вам эта монета. В чем разница? Помимо ценника вы видите. Если нет, то вам стоит обратиться к окулисту и проверить зрение. Разница в цифрах года. Малая дата. У такой монеты в состоянии VF цена 800 тысяч рублей. И в состоянии абсолютной новой монеты XF составляет уже 1 миллион рублей. Эта монета существует. И она где-то у кого-то из вас. Вы богат, но об этом еще не знаете. В Москве 1961 года можно было купить продукты по таким ценам. С 1 января 1961 года проводится денежная реформа. За 10 старых рублей дают один новый. Цена молока в пачке составляет 16 копеек. Молоко в бутылке 30 копеек. Водка столичная. 3 рубля 12 копеек за бутылку. Пиво жигулевское. 37 копеек. Хлеб ржаной. 16 копеек за буханку. Яйца. 90 копеек за десяток. Тариф за газ. 42 копейки за человека. Тариф за электроэнергию. 4 копейки за человека. В этом году можно купить был автомобиль. ГАЗ-21 Волга. За 5,100. Москвич М407. За 2,500. Ну а сейчас горбатый. Запорожец. За 1800 рублей. Бензин тогда стоил. АИ-93. 4,7 копеек за литр. Средняя зарплата в месяц. 80-100 рублей. Доллар США. 90 копеек. Вот такие были цены. А вы бы хотели жить в такой стране по таким ценам? Я рожден в СССР. И для меня родина Советский Союз. 50-100 рублей. СОЛИМОЛЖЕНИЕ. А INV луч Clinicalers. 50-50. 30-100 рублей. 60 копеек. Субтитры создавал DimaTorzok